Всем привет, и сегодня мы будем продолжать все делать наш Майнкрафт. Ну, давайте посмотрим, что мы сделали из прошлого урока. Из прошлых уроков мы научились уничтожать спрайты, даже являть главным героем и подбирать спрайты, конечно же. Также помещать их на... Вот сюда вот, в ящик для крафта. Как вы видите, у нас немножко еще багнуто. Мы сейчас это будем все исправлять. И первое, что мы сейчас исправим, мы сделаем так, чтобы у нас вот эти клетки были бы видны. То есть мы должны будем ставить сейчас на шестом слое. Я не знаю, как у вас видно или не видно. Я немножко не так сделал в прошлом уроке. Из-за того, что у меня много слоев. Если слои удалять, то у меня еще больше проблемы начинаются. Так, вот, теперь все готово. Также, если мы будем... У нас будет тут инвентарь заполнен, и мы будем кликать, то на... И если у нас вот этот инвентарь тоже заполнен, то все равно у нас будут эти спрайты уничтожаться, и они будут, ну, как бы сюда должны заполняться, но они не будут заполняться. Так, нам надо будет сделать одно событие. Если крафт... вот этот ящик для крафта, его приватное переменное заполнение равно ноль. Хоть одна, то он тогда будет только заполняться. Так, давайте тоже посмотрим теперь. Нам понадобится много. Вот, все, хватит нам. Видите, мы кликаем. Вот, теперь у нас не уничтожается. И теперь нам надо сделать так, чтобы, когда мы нажмем кнопочку «Крафт», то у нас появляется вот сюда вот наш новый спрайт. Сделать это довольно-таки легко, и давайте начнем. Начнем мы с того, что находим, где у нас события, связанные с этим спрайтом 14, спрайтом 15. И сделаем такое событие. Нажимаем вот сюда вот. И находим нашу клетку «Крафт». И добавляем одно значение. Так, если мы кликаем на камень, то у нас добавляется камень. Одна, то есть одна приватная переменная становится больше. На одну приватную переменную. Так, а если мы кликаем на один... Ну и на землю, то... Конечно же, земля становится один. Добавляется один. Так, я написал «Дерево», а не «Земля». Что-то я тупнул. Ну ладно. Давайте изменим сейчас сразу. Так, нажимаем «Земля». Наверное, я думал больше о земле... Ой, о зерве, чем о камне. Изменяюсь. Ну ладно. Так, я недавно заметил у себя тут ошибку. Я неправильно сделал кое-где события. Давайте тоже изменим. Изменим. Так, вот, находим спаун. Таблицу, где у нас тут есть. И находим, вот. Находим, вот, находим. Вот, вот, тут вот мы должны будем вставить сюда вот это одно событие. Там, где у нас наша клетка, которая привязана к мышке, дотрагивается до нашего инвентаря. И то же самое делаем сюда, вставляем. Так. Всё. Теперь вот это тут можно удалить. Так, тут у нас уже нету. Всё. Теперь нам надо сделать так, чтобы когда мы нажимаем на эту кнопочку, не, давайте сделаем немного по-другому. Если у нас глобальная переменная там равна... Ну, хотя, не, давайте по-другому. Если мы нажимаем на красную кнопку, то у нас сюда должна появиться вот эта фигня. Вот эта спрайт. Так. Определяем опять приватные переменные. Определяем, если, например, земля равна... Давайте равна... Ну, давайте, не знаю, даже... Двум. И... Копируем. И камень равна тоже двум. То мы можем сделать... Если наша... Кнопка нажата ещё. Объект кликнут. Наша красная кнопка. То система нам должна дать... Система нам даёт... Спрайт, который у нас камень-земля. Соединены вместе на... Давайте на шестом слою. И определяем уже... Вот. Кутовые. Определяем X и определяем Y. Всё. Теперь мы можем сказать, что наш инвентарь уже готов. Наш крафт, точнее. Давайте нажимаем. Видите, у нас ничего не появилось. Давайте собираем нашу... Наши камни. Добудем земли. Нажимаем на землю. Нажимаем на камень. Нажимаем на крафт. И у нас ничего не происходит. Ну, так, я немножко не помню, почему у нас ничего не получилось. Давайте мы проверим, почему у нас не получилось. Также вы можете сами это делать, если у вас что-то не получается. Если у вас связано с... Приватными переменами. И за глобальными переменами нам надо будет два текста. Но я это заодно вам покажу, как можно избежать таких ошибок. Чтобы потом не спрашивать ни у кого как и почему у вас не работает. Находим события, где у нас есть всегда. Меня сверху было уже сделано. Вас, возможно, нету. Сделайте, если у вас нету. И ищем установить текст. Сюда пишем крафт. И определяем глобальную переменную камень. И то же самое мы делаем только землей. Теперь давайте посмотрим, почему у нас не получается. Так, у нас вообще не получилось не писать. Сюда. Сюда ставим одну вот фигню. Сюда тоже ставим вот такую вот. Так, вот тут мы должны будем убрать вот это и это. Вот эти кавычки. Чтоб у нас все получилось. И теперь смотрим. Вот вы видите у нас земля и камень. Вот почему-то у нас земля или камень у нас не получились. Не запомнилось. Так, ну я понял, что у меня была проблема. У нас тут был... Так, я нашел свою ошибку. Я не знаю, зачем я сюда это сделал. Не помню. Вот это нам запомнилось. Если наша клетка заполнения равняется 0, вот это нам не надо. Так, и вот теперь у нас все должно работать. Давайте запустим. Добудем камни. Добудем. Вот если у нас будет меньше камня или земли, или больше, то у нас ничего не появится. Так, и если мы вот так сделаем... Вот смотрите, у нас уже два камня. Если мы нажимаем на землю, и у нас еще земля, и нажимаем крафт, то у нас появляется вот здесь вот новый спрайт. Так, и нам теперь осталось сделать, если мы нажимаем на вот этот спрайт, то у нас он должен появиться вот сюда. Так, для этого сделано такое событие. Если кликнуть наш спрайт земля, кликнуть, то система опять должна дать нам... Ну давайте сделаем... По идее нам надо будет опять сделать новый спрайт. Ну сейчас... Так, создадим опять новый спрайт, который у нас будет... Будет относиться к... К этому инвентарю. И к этому, кстати, тоже надо будет, если у нас он будет участвовать в других крафтах. Так скажем. Давайте скопируем, опять сделаем. Я только один создам, больше не буду пока. Так, красный прицел опять не поставил. Ставим 8 и 8, опять. И теперь давайте посмотрим... Так, я и условия не сделал. Сюда выбираем наш вот этот спрайт. И сюда пишем... In.x и In.y Вот так отписать. И на шестом слое. Теперь давайте посмотрим... Добываем земли, добываем камни. Так, ну конечно же, у нас вот видите, если мы... У нас сюда вот камни падают... Земля падает, много земли, то у нас им как коза один считается. Так, ну добавляем... Это у нас баг такой, я не знаю как его исправить. Мы нажимаем на крафт. И давайте посмотрим. У нас появился вот сюда вот. Так, у нас он появился поверх другого спрайта. Нам надо будет сделать еще... Если... Заполнение равно нулю. То есть, только тогда у нас он появится. Так, ну это событие мы должны будем подставить вниз. А это подставить туда вот. Подставляем. Вот теперь все, у нас все готово. Ну, я думаю, вы поняли, как делать. Я вам рассказал, как это сделать. Так, основную механику все сделать. Так, ну давайте опять проверим. Так, идем вниз, просто под землю. Вот у нас больше даже 3 получилось. Нажимаем крафт. У нас ничего не происходит из-за того, что у нас больше 3. А мы написали в событиях, если у нас только 2 и 2. Так, давайте мы, может, сделаем еще событие одно. Если мы нажимаем на... Ну, если у нас уже тут объекты... Есть в нашем в этом ящике. То есть, допустим, у нас больше попало спайтеров вот сюда. Вот в наш ящик для крафта. То надо сделать так, чтобы они уничтожались. И назад бы возвращались бы сюда. Ну, это сделать довольно-таки легко. Если мы нажимаем на спрайт 16, то спрайт 16 должен уничтожиться. И определяем опять приватную примененную инф, то есть, где у нас основные все эти спрайты находятся. Так, что у нас там? То система нам должна дать спрайт 14 на слое 6 и на инф точка x и инф y. Все. Ну, на этом, я думаю, закончил. Как сделать, чтобы земля уничтожалась? Теперь мы поняли. Если у нас слишком много земли попало, делаем то же самое событие, только везде ставим вместо земли камень. Давайте посмотрим. Ну, допустим, мы уже берем, ставим землю. Нам земли не надо. А, и также нам надо будет сделать так, чтобы приватная примененная уменьшилась. Потому что у нас стоит немножко не так, как система не понимает, что у нас это уменьшилось. приватная переменная. И нажимаем крафт. Добавить значение. Мы пишем минус 1. И выбираем земля. То есть, у нас наш камень, но система его не должна видеть. Вот видите, становится меньше. С камнем делать то же самое надо будет. Если, например, вы хотите сделать там какой-то инструмент, вам, например, понадобится там дерево и камень. И нажимаете на крафт, у вас появится сюда там какой-то спрайт другой. Так, ну, я думаю, вы поняли. Если не поняли, пишите в личку. Постараюсь помочь. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Ставьте лайки.